Паутина из сигнальных лент не указ. Люди подныривают под ограждение и шествуют по огороженному участку под балконами. А ведь именно здесь 3 января произошла трагедия. На коляску с 4-месячным ребенком упала ледяная глыба. И хотя ответственности за ситуацию службы с себя не снимают, все же напоминают, что предупреждающие ленты вешают в целях безопасности. В тот день ограждение было точно так же, как и сейчас находится на доме. Ленточки были, это было засвидетельствовано сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры, которые прибыли на место через 20 минут. На протяжении всей первой рабочей недели года темы уборки придомовых территорий и очистки скатных кровель не теряют актуальности. Специалисты департамента ЖКХ и районных администрации ежедневно объезжают дворовые территории, работу контролирует специальный штаб. Глава администрации поставил задачу навести в городе порядок до конца рабочей недели. При неисполнении мэрия намерена обращаться в прокуратуру. В управляющих компаниях отмечают, что в момент справиться с последствиями сильных снегопадов невозможно. И пока идет системная очистка одних кровель, тропинки под другими временно огораживают. А жителей убедительно просят относиться к ситуации с пониманием ради собственного блага. Не ходите под кровлей, не ходите рядом со стенами, обходите эти участки, обращайте внимание на звуковые команды тех ответственных лиц, которые стоят внизу и организуют производство этих работ. И обойти можно, всегда можно найти. Ценность жизни наша превыше всего. Хотя многие самарцы не любят ходить вокруг да около. Рвут сигнальные ленты и бегут под ними. Работы по очистке крыш от снега и сосулек продолжаются в усиленном режиме. Привести в порядок все скатные кровли, а их в Самаре более 7 тысяч, управляющие компании должны до 17 января. Сейчас на расчистке крыш задействованы порядка 750 сотрудников, которые тоже должны соблюдать технику безопасности, работать в касках в дневное время и непременно бригадами по несколько человек. Помимо высотников, внизу обязательно должен быть человек, контролирующий безопасность работ. Если жители заметят, что управляющие компании пренебрегают установленными правилами, просьба обращаться по телефонам горячей линии городской администрации. 332-86-01, 332-81-73. Павел Бымаков, Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.